Ну ладно, начнем. Зовут меня Таврил Евгений Филиароджевич, я кандидат технических наук, доцент кафедры проектирования и производства электронных вычислительных средств от Зарадио-технических факультетов, и тема моя сегодня называется «Неронные сети искусственного интеллекта. Автоматизация без границ». Такая очень широкая тема, да, без границ. Вот. Сегодня поговорим немножко о классической автоматизации, о современной автоматизации и о биржевой торговле. Вот. Расскажу, как заработать миллион и как красиво этот миллион потратить. Долларов, конечно же. Не переключается. А, вот, спасибо. Ну, вообще, начнем с того, что такое автоматизация. Вот. Классическое определение автоматизации — это, в общем-то, перекладывание части человеческих функций, да, в каком-то технологическом процессе, ну, или вообще в каком-то процессе на машину. Наверное, человек самого своего, ну, сознательного, да, существования мечтает о том, чтобы все у него было, и ничего ему за это не было. Вот. То есть он не хочет работать, никто из нас не хочет работать, чтобы мы не говорили. И мы все хотим, чтобы у нас машина, чтобы у нас все автоматизировано было, чтобы, соответственно, ну, какие-то доходы у нас были, естественно, чтобы все было хорошо. Вот. Вообще, автоматизация как наука появилась в 1788 году, не соврать бы, вместе с промышленной революцией, вместе с тем, как появились паровые машины, им нужно было управлять как-то паровыми котлами. Вот. И, соответственно, тогда уже поняли, что у автоматизации есть две основные, как бы, задачи, да. Первая задача — это повышение эффективности или производительности, ну, каких-то процессов. Все мы понимаем, что человек устает, человек не может работать постоянно, человек хочет есть, человеку нужно оплатить. Поэтому, если какой-то процесс можно автоматизировать, его нужно автоматизировать. Вот. И, соответственно, вторая задача, основная автоматизация — это повышение производительности, ну, или повышение безопасности или надежности функционирования каких-то технических, прежде всего, процессов. Мы с вами знаем, что некоторые процессы технические, они опасны. Рядом с ними, ну, например, находиться опасно, может быть, ну, скажем, взрыв или что-то еще. Человека из таких зон, конечно же, стараются вывести и, конечно же, туда вводят автоматизацию. Вот. Ну, и кроме того, как я сказал, человек постоянно у нас с вами устает, постоянно думает о каких-то своих проблемах, и поэтому часто не полностью сконцентрировано на процессе управления, и тем самым машина тут же у нас с вами никогда не устанет, так ведь? Поэтому, соответственно, все автоматизированные системы, они гораздо более надежны. Ладно. Какая вообще сейчас бывает автоматизация? Расскажу. Ну, вообще в современном мире автоматизацию принадлежать на классическую, ну, то есть такую старую автоматизацию. И современную. Есть наука классической теории управления, есть наука современной теории управления. Они все развиваются сейчас параллельно, это значит, что если мы, у нас есть современная теория управления, мы забили, да, на классическую теорию управления абсолютно не так. Просто дело в том, что классическая теория управления, она подходит для тех технических средств, которые мы можем с вами, ну, описать математически. То есть мы понимаем, как они функционируют, Мы понимаем, какие процессы там происходят, физику процессов. И основу этой автоматизации составляет математический аппарат. То есть математические модели, математическое описание. Это очень тяжело, потому что никто же знает математику очень хорошо. Наверное, это нужно, чтобы очень талантливым человеком быть, чтобы в математике разбираться. И современная теория автоматизации, теория управления. Общество от нас требует постоянно новшеств. У нас есть совершенно новая задача управления. Наверное, все читали, что сейчас разрабатываются беспилотные автомобили. Соответственно, описать этот процесс управления автомобилем в математическом виде, наверное, невозможно. Потому что постоянно меняются условия. Тут огромная роль нестациональности, постоянно какие-то новые знаки. Постоянно кто-то едет по правилам или нет. И описать это нереально. То есть математический аппарат просто не позволяет этого сделать. Таким образом, основу современной теории управления составляет распознавание образов, прогнозирование каких-то данных и синергетическая теория управления. То есть концепция о том, что все взаимодействует в этом мире. И основу, опять же, техническую, скажем так, основу современной теории управления составляют нейронные сети и нечеткая логика. Сегодня говорим только о нейронных сетях, и нечеткой логике может быть в два раза. Немного еще о классической автоматизации. Вот я здесь показал на схеме паровой котел. Он чуть пройдет еще вот эта штука. Соответственно, здесь есть топка, здесь горит газ. Газ, раскаленный по этим трубкам, поступает в котел и разогревает воду. Соответственно, в котле создается некое давление пара. Какая задача автоматизации здесь? Цель автоматизации. Повышение безопасности. Мы можем с вами до такой степени раскалить вот это все, что котел у нас просто взорвется. Так это? Что, кстати говоря, и происходило давно, когда паровые котлы только изобрели. Автоматизация нужна была тоже, чтобы повысить безопасность. Люди ездили на паровых машинах, все взрывалось. Травмы, ожоги, ничего приятного. Как в современном мире управляют этим всем классической автоматизацией? Вот у нас есть паровой котел, есть у него входные воздействия. То есть мы разогреваем воду в нем с помощью газа, да? Сжигаем газ в топке вот этой вот, нагревает он у нас воду. Есть возмущение, можем холодной воды сюда еще долить. Возмущение, температура воды в котле, она резко упадет. И, соответственно, реакция объекта, это у нас давление пара вот в этой вот трубе. Вот выход у нас. Как можно управлять давлением пара в этом котле? Да, абсолютно точно. Датчики температуры, датчики давления. Вот у нас есть съемка тут такая простая, состоящая из двух последовательных действий, да? Измеряем давление в этом котле. Если оно у нас приближается к какому-то критическому значению, то пропорционально уменьшаем расход газа, то есть меньше топлива, меньше дрон. Вот, соответственно, давление здесь пара. Это классическая теория управления. Здесь все понятно. С помощью теплофизики мы можем описать все процессы, которые происходят в этом котле. Ну, все мы это знаем. Ну, или не знаем, если то есть литература. И вот, соответственно, задача современной теории управления. Есть у нас с вами, ну, скажем, некоторый биржевой инструмент. Актив. Пускай это будет, для примера, российский рубль, да? Все мы знаем, что курс российского рубля, он постоянно движется, постоянно скачет. Он движется, кстати, и сейчас, пока мы здесь с вами общаемся. Изменяется он каждую секунду. Пускай и наша задача – заработать на этом. Мы прекрасно с вами представляем, как на этом можно заработать. Как, кстати? Да, да. Абсолютно точно. Как, ну, грубо здесь можно рассматривать в качестве какого-то более осязаемого товара. Помидоры, например, да? Покупаем, когда они дешевые, продаем, когда они дорогие. И все. Прибыль, разницу этого мы складываем себе в формат. Вот. На что влияет, точнее говоря, как вообще образуется цена на наш рубль, на наш актив? Что влияет? Спрос. Ну, спрос и предложение, безусловно, а помимо. Вот я тут написал, смотрите, экономические факторы влияют, прежде всего, да? То есть какая-то статистика экономическая по нашей стране в данном случае, если мы говорим про рубль, безработица, много чего еще. Политические факторы, если мы выливательно думали с кем-нибудь. Соответственно, рубль наш тоже двинется в какую-то сторону. Понятно. Цена на нефть, да? Все мы знаем, что рубль – нефтяная валюта. Спекуляции. Что такое спекуляции? Это, соответственно, то, чем мы с вами собираемся заняться. То есть покупать и продавать рубль мы можем покупать и продавать в очень больших количествах, тем самым двигать цену. Ну и паника. Паника среди населения. Все вы помните, как, соответственно, сформировалась текущая цена на рубль, когда панические настроения были в обществе, и когда торги на московской бирже пришлось даже остановить, из-за того, что, ну, соответственно, очень большой был спрос на американскую валюту. То есть мы с вами понимаем, что есть некоторый набор факторов вот этих вот возмущений, скажем так, да, в терминах автоматики, которые действуют на нашу банковскую систему, и, как следствие, мы с вами имеем вот эту вот цену на рубль. Можем ли мы измерить эти экономические факторы? Как мы можем измерить? Ну, конечно, в процентах. Но дело в том, что когда мы их с вами измерим, да, в каких-то из каких-то источников получим или что-то еще, цена там уже ушла. Она двигается мгновенно. Нам это уже не интересно. То есть информация уже не актуальна. То есть мы должны обладать либо инициативной информацией, а за это, кстати говоря, можно угодить в места не столь отдаленные, либо, соответственно, каким-то образом прогнозировать эту цену. То есть вот данные факторы вот все измерить почти реально. То есть мы получаем с вами задачу, современную задачу, современной теории управления, когда мы работаем с объектами, идентифицировать которые фактически невозможно. То есть мы не понимаем, как они работают. Соответственно, идентификация есть, идентификация объекта, ну и измерение параметров, которые действуют на этот объект. Это основная проблема вообще современной теории управления. И, соответственно, если уж касаться современной эстетизации в экономике, то, соответственно, получается, что цена вот этого, которая сформировалась у нас на актив, на наш рубль, она отражает как раз-таки все эти возмущения, все эти факторы, которые на нее воздействовали. И в каждый момент времени она отражает, ну, как бы, равновесное число спроса и предложений. Вот, цена всегда права. Кроме того, цена движется системно. То есть, если мы с вами скажем, что все здесь присутствующие работают на финансовых рынках, ну, например, да, у всех у вас есть какая-то система. Так ли? Вы не можете входить без системы просто так. Что получается? Что мы с вами толпа, и мы движемся. У нас у всех есть система, и мы своими движениями, своими входами, мы с вами подталкиваем цену двигаться в какую-то сторону, в ту или иную, ну, вверх или вниз. Скажем, когда цена полетела на доллар вверх, соответственно, рубль стал дешевле, все стали покупать доллары. Поэтому, ну, соответственно, так же не пришлось закрыть. Вот. Ну и последний постулат, который я тут написал, цена повторяет свои движения в схожих ситуациях. Что это значит? Это значит, что если мы с вами, ну, скажем так, получили определенную экономическую статистику, то это означает, что и цена у нас прошла определенное количество, ну, пунктов, определенное количество единиц в определенном направлении, то в следующий раз, когда мы получим эту же экономическую статистику или схожую экономическую статистику, то цена пойдет туда же. Туда же, не факт, что она столько же, но пока не мере туда же. Все эти ситуации мы с вами можем распознавать. Есть трейдеры, есть аналитики, которые это все понимают, а мы с вами не понимаем. Соответственно, что получается? Было бы здорово аккумулировать их знания в некоторой технической системе, в некоторой нейросети, в мозгу, но в мозгу не наша, нам не охота с вами сидеть перед компьютером постоянно, а в технической системе, которая будет делать все это за нас, а мы с вами только ездить на красивой машине. Прогнозирование ситуации. Слайд такой интересный, здесь опять же есть график движения, кстати, по красотике рубля, и, соответственно, вот эта вот картинка нарисована. Мячик, да? С чем она связана? Как-то раз я наблюдал за котом, ну, кот, животное. Что я делал? Кидал мяч, кот бежал за ним, брал мяч, ну, и каким-то образом мне его обратно приносил. Ну, не приносил, конечно, кот, не собака, но тем не менее. Вот, и в один момент я замахнулся, чтобы кинуть мяч, но мяч не кинул. То есть оставил мяч в руке. Что сделал кот? Кот, кот убежал туда. Ну, он же не видел, что я мяч-то не кинул. Соответственно, что это означает? Кот спрогнозировал ситуацию. Кот уже много раз видел, что я мяч кидаю, он попадает в какое-то определенное место, надо туда бежать. То есть, чтобы, у него ведь задача принести мне мяч скорее, он, ему это интересно, вот, чтобы не задерживаться, да, не смотреть, как мяч долетел, как он упал, кот набежал, начинал движение уже с момента, когда я замахивался. Также и тут, возвращаемся к нашим самым данным бежевым рынком. Вот, например, движения такие, да, есть в экономике волновая теория Эллиота, которая гласит, что цены вообще на биржевых рынках, ну, не только на биржевых, но и на биржевых тоже, развиваются по определенной модели, то есть по волнам. У нас рождается тренд, то есть некоторое направленное движение в одну сторону, да, и это означает, что будет у нас с вами пять волн по тренду и, соответственно, три волны против тренда. Что можно сделать? Третья волна, вот эта вот, считается, что она самая длинная, но у нас с вами график не очень, конечно, по эллиоту подходит, но тем не менее. Считается, что вот эта волна самая длинная и ее проще всего, ну, точнее говоря, правильнее всего ловить. То есть вот у нас с вами зарождение тренда, небольшой откат. Вот здесь мы с вами должны войти, войти на покупку, естественно, да, потому что у нас с вами график движется вверх. Таким образом, как бы поступил код? Код увидел вот этот замах, вот, некоторый откат. То есть мы убедились в том, что будет замах, будет, соответственно, мяч кинуя, вот. И кот вот этот момент уже прибежал. Тут, соответственно, он наш мяч ловит. Природа ведь, вообще говоря, идеальный инструктор, так ведь? Природа всегда права. И, соответственно, люди подсматривают за животными и делают так же, как животные. У нас был один преподаватель по теории управления, кстати говоря, вот он всегда говорил, «Если вы не знаете, что делать, посмотрите, что делает животное». О, и природа. Да, не животное. Так. Значит, а вообще, какие вообще задачи могут решать у нас с вами нейросети и каким образом? Вообще считается, что нейросетям подвластны три типа задач. Это задачи классификации, задачи распознавания, ну, распознавания образов и задачи прогнозирования. Вообще говоря, все эти задачи, они сводятся к одной и той же задаче – распознать ситуацию в прошлом. Вот мы коту накидали мяч, он уже понял, что когда, соответственно, замах, будет, ну, мяч полетит. Вот. Классификация эта имеется в виду, что мы с вами должны определить, когда мы кинем мяч, когда не кинем. Распознавание образов. То же самое. Распознать образ вот этого нашего замаха, да, в данной ситуации. Ну, и прогнозирование – это понять, что мяч у нас с вами полетит. То есть это, по сути, одна и та же самая задача получается. Вот. Здесь картинка такая вот – это одно из частных применений нейросетей. Распознавание образов по картинкам. Вот буквка А тут есть. Ее разбили на пиксели таким вот образом, да. То есть каждый пиксель у нас принимает значение какой-то, ну, яркости в данном случае. Потом мы перейдем нейросети и определяем, какая вулкутка здесь была. Ну, сегодня не об этом. О структуре нейронной сети поговорить еще надо. А вообще нейросеть состоит из нейронов. Точно так же, как и в мозгу человеческом, в нейросети есть простейшие вычислители – нейроны. Что делают нейроны? Вообще нейрон не как процессор в компьютере, да. Он не может выполнять множество каких-то функций. Он выполняет какую-то функцию, ну, это называется функция активации нейрона. То есть, ну, вот здесь у меня на картинке нейроны представлены в виде вот таких вот шариков. И, соответственно, есть нейроны, которые во входном слое у нас расположены нейросети, в скрытом слое и в выходном слое. Вот. На входной слое мы с вами подаем нашу начальную информацию. То есть, если это картинка, то мы с вами подаем значение яркости пикселем, да, каждого пикселя на картинке. Если мы с вами говорим про наши биржи, ну, тут интереснее, конечно. Тут непонятно, что мы с вами подавать правильнее. Наверное, все-таки цены, ну, в предыдущие моменты времени, да, исторические данные, которые у нас сформировались на барах, на японских свечах. И, соответственно, информация передается уже вот по синаптическим связям, вот эти соединения, называются синаптические связи, на входной, на скрытый слой, вот этот вот второй. При этом каждый нейрон, который находится вот во входном слое, связан синаптической связью с каждым нейроном, который находится в скрытом у нас во втором слое. Ну и также, например, происходит с скрытым слоем и с выходным слоем. Тоже каждый нейрон связан с каждым нейроном выходного слоя. Каким же образом у нас с вами нейросеть настраивается? То есть в чем основное отличие нейросети от, ну, настраиваемых систем? Нам не нужны с вами мод-модели, как я сказал, да, мы с вами обучаемся. То есть мы с вами нейросети показывают, что вот у нас есть такая ситуация, и это значит следующее. То есть мы с вами формируем некоторую обучающую выборку. Опять вернусь к примеру с котом, да, я ему бросал мяч, а кот таким образом учился. Он понимал, что когда я бросаю мяч, мяч улетит. Мы все с вами постоянно учимся распознавать образы, ну, скажем, вот пауки, да. Все ведь знают, как выглядят пауки? Так ведь? А как вы понимаете, что это паук? У вас же нет математического описания паука в голове? А? Ну да, по логическим признакам. Я же слова-то не могу другого говорить. Вот. То есть вы смотрите, родители ваше в детстве вам показывают, что вот это вот паук. Вы, когда родились в детстве, не знаете, что это паук. Вы смотрите, ага, паук. Потом еще раз паук. Еще раз паук. И потом вы уже наконец понимаете, что это паук. Причем это не означает, что если вы видели пауков породы какой-то такой, что когда вы увидите, соответственно, других совсем пауков, что вы их не узнаете. Вы сформировали для себя некоторую, ну, вообще называется когнитивный баттерн, да? Когнитивный баттерн паука. И вы уже понимаете, что это паук. Вот. Так и тут. У нас с вами задача состоит обучить нейросеть. Каким образом она обучается? Мы тоже с вами формируем обучающую выборку, то есть некоторое значение исторических данных, данных, которые мы подаем на вход нейронной сети, и формируем заранее значения, которые должны мы получить на выходе. То есть, условно говоря, где у нас с вами, ну, возвращаясь, да, к рыжевым котировкам, где у нас с вами стоит входить, а где входить не стоит. Вот. Ну, или если у нас задача распознавания образов, более такая широкая, да, лица, например, мы хотим с вами узнавать, показываем нейросеть картинки с лицами и говорим, что здесь есть лицо, и наоборот, показываем картинки без лиц и говорим, что здесь лица нет. Существуют алгоритмы обучения нейросетей. Я сегодня в этой лекции и буду о них говорить. Они все доступны и понятны. Если вам интересно, вы можете посмотреть литературе. В сети их очень много. Вот. И, соответственно, в чем состоит обучение? В том, что вот эти вот связи между нейронами, да, В1, В2, В3, они меняют свою проводимость. Точно так же, как и мозг у человека. В мозгу человека есть синаптические связи, они состоят из двух, как бы, таких, ну, зачлененных клеток, что ли, ну, переплетающихся. И благодаря химическим реакциям, которые возникают на границах этих клеток, они меняют свою электрическую проводимость. Мозг же у нас тоже работает перед электрическим сигналом. Соответственно, меняется проводимость. Яросеть таким образом обучается. То есть она понимает, где, какие закономерности у нас с вами есть, как понять, где у нас с вами пошел тренд, как понять, где тренда нет и так далее. По функциям активации еще. То есть какие вычисления вообще производят нейроны. Вот у нас есть с вами, ну, часть такую, я показал, нейронной сети. Есть предыдущий слой, здесь у нас будет два нейрона. И следующий нейрон, слой, в котором один нейрон. Соответственно, каждый нейрон предыдущего слоя связан с каждым нейроном по следующему слою, как я говорил, да? Есть некоторые весовые коэффициенты, то есть, по сути говоря, это проводимость вот этих вот связей. И что получается? Нейрон выполняет всего два вычисления. Прежде всего, это суммирование сигналов, которые проходят через синаптические связи от предыдущего слоя. То есть вот этот сигнал и вот этот сигнал, они суммируются. Ну, в данном случае написано Я1. Это сигнал, в принципе, вот с этого нейрона, да? Умноженный на синаптическую связь, на весовой коэффициент синаптической связи. И 2 на В2. Вот. И, соответственно, еще одно математическое вычисление. Функция активации непосредственно. Это у нас с вами, ну, скажем, здесь в данном случае вот такая вот экспонента, да, это называется, экспонента от, соответственно, вот этой вот суммы. И таким образом нейрон формирует на выходе некоторый сигнал от нуля до единицы. Вот. Так. Ну и еще раз, как это, соответственно, можно применить в биржевой торговле. Вот опять все та же картинка с рублем. Вот смотрите, пошла наша волна. Вот здесь у нас с вами, то есть вот эти вот все данные, данные вот этого всего временного периода, мы с вами подали на вход нейронной сети, уже обученной нейронной сети. Нейронная сеть у нас с вами распознала вот этот когнитивный паттерн, да, что у нас прошла первая волна, прошел откат. И вот в этот момент времени у нас с вами формируется уже решение. То есть решение о том, что нам нужно в данном случае войти, войти на покупку. Что мы делаем? Открываем нашу позицию. Ну и, соответственно, уже ждем. Естественно, нейросеть может ошибиться. Точно так же, как и код. Я мог кинуть, ну, точнее говоря, замахнуться, да, чтобы кинуть мяч, но мяч не кинул. Ну, все мы ошибаемся. Так же, кстати, и с пауками мы можем... Вот недавно я видел маленьких крабов таких, микрокрабов. Очень похоже на пауков, но не пауки. Моя нейросеть ошиблась. Соответственно, ну что получается? В данном случае у нас вход получился верно. Мы с вами получили прибыль. Если мы с вами прибыль не получили, ну, получили определенный убыток. Естественно, тут уже вступает в игру экономика, экономические правила. То есть прибыль у нас размер до прибыли должен быть, ну, раза там в два, условно говоря, больше, чем размер прогнозируемого убытка. Тогда, если даже в половине случаев ваши входы будут правильные, вы получите достаточно серьезную прибыль. То есть что это дает? Что вообще дает применение нейронных сетей в экономике? Ранние и достаточно точные входы. Вот и все. Что вообще я еще хотел бы сказать? Ну, подход этот в литературе не описан. То есть очень много есть статей вообще по применению нейросетей в экономике, но там обычно пытаются прогнозировать данные. То есть пытаются прогнозировать конкретно цену, куда все пошло. Пытаются понять, каким образом. Ну, да, собственно, то есть цель, куда пойдет у нас с вами цена. Здесь же мы с вами распознаем образы, и не более того. То есть мы с вами не прогнозируем движение цены как таковое. Мы с вами поняли, что у нас есть, сформировался наш когнитивный паттерн на то, чтобы войти нам в покупку или продажу. То есть сформировался потенциал для движения цены. Дальше решаем уже сами. Наверное, это в какой-то степени инновация. Не знаю, есть здесь экономисты сегодня или нет, но один, по крайней мере, точно есть. Мне кажется, это инновационно. Что еще я хотел сказать? Я вообще сегодня до последнего думал, читать эту лекцию или не читать. Хотел все вот эти вот графики, да, движевые заменить картинками и, соответственно, показать все это на примере экспознавания дорожных знаков. Я ни в коем случае не хочу вас толкать на какие-то подвиги. То есть ни в коем случае не пытайтесь сейчас послушать такую радужную лекцию, войти в рынок и заработать миллион долларов. Естественно, не получится. Но что-то в этом есть. Поэтому основной посыл, если кому-то интересно, посмотрите нейросети, там есть огромный потенциал. Все, у меня все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...